Смерть школьника расследуют в октябре. Трагический случай произошел на перемене в кабинете физики. 13-летний Роман Новиков случайно ударился о парту и потерял сознание. Все произошло на глазах у учительницы и нескольких учеников. В больнице пострадавшего пытались реанимировать, но травма гортани оказалась смертельной. Кого могут привлечь к ответственности и есть ли в произошедшем вина школы, выясняла Лайла Уесова. Жизнь 13-летнего ученика 27-й школы оборвалась прямо в стенах учебного заведения. Несчастный случай произошел в кабинете физики на перемене между третьим и четвертым уроком первой смены. По словам очевидцев, семиклассник забежал, споткнулся на пороге и упал. При этом сильно ударился об угол парты и потерял сознание. Немедленно была вызвана медсестра, которая оказала первую необходимую помощь. Вызвала потом скорую помощь, вызвала родителей. Приехал отец и скорую помощь ребенка, ученика Романа, значит, и классного руководителя, и отец поехали вместе с скорой. С больницы пришла вот такая, скажем так, трагическая новость о том, что мальчик скончался. Пострадавшего на скорой доставили в областную детскую больницу. На момент осмотра в приемном покое пульсация на сонной артерии отсутствовала. Артериальное давление не определялось. По словам врачи, мальчика к ним привезли уже в состоянии клинической смерти. Его пытались реанимировать, но безрезультатно. При падении подросток получил травму гортани и грудной клетки. На подбородке у него была небольшая ссадина. Полиции завели уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть». На место происшествия ашстелен выезд следственной оперативной группой управления полицией города Ахтюбе и прокурором города Ахтюбе. По данному факту начато досудебное расследование по статье 141 части 2 Уголовного кодекса. По делу назначен процессуальный прокурор. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль прокурором области. В классе, где все произошло, камеры нет, но есть в школьном коридоре. И видеозаписи следователи уже изъяли. Педагоги настаивают, что ребенка никто не толкал. С детьми, которые стали очевидцами ЧП, уже поработали психологи. Одноклассники Романа не могут поверить, что их друг ушел из жизни. В школе говорят, что погибший семиклассник был одним из лучших учеников и участвовал в Олимпиадах. В учебном заведении пока не понимают, как нелепая случайность обернулась трагедией. Лайла Уэсова, Жумар Ходобергенов, телеканал ТДК-42, Актубе.